МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темы сегодняшнего выпуска. Кто чем может в Рязани проходит сбор помощи пострадавшим от пожара на улице Энгельса? Вода идет, жители Борок готовятся к возможному наводнению во время паводка. Рыба под запретом. Во время нереста рыбаки рискуют стать браконьерами. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Сенсационное видео опубликовало сегодня информагентство LifeNews. Оно якобы снято вчера на совещании президента России с министрами и губернаторами. После того, как были сделаны протокольные съемки телекомпании, Путин потребовал выключить камеры, устроил настоящий разнос высокопоставленным подчиненным. Попросту говоря, президент в свойственном ему энергичном стиле вставил фитиль, собравшимся за Тягомотину при выполнении его майских указов, где закреплены посылы его предвыборных обещаний. Суть высказывания главы страны вкратце свелась к простым выводам. Если правительство и губернаторы не справятся с поставленными задачами, то он отправит их в отставку. Вот фрагмент видео. Либо я работаю нефитил, либо вы все плохо работаете, и вам нужно уйти. Обращаю ваше внимание на то, что на сегодняшний день я склоняюсь к второму варианту. И я думаю, что это понятно. Напомним, в так называемых майских указах содержатся обещания президента Путина, касающиеся социальных вопросов. Это повышение зарплаты в соцсфере, ликвидация очередей в детские сады или сведение их к минимуму, а также расселение аварийного жилищного фонда. Вот интересно, после такого начальственного окрика будут ли министры и главы регионов работать активнее? Или все-таки стоит ожидать больших перестановок в составе российского правительства? Но, впрочем, высказывается мнение, что это видео не что иное, как пиар-ход, придуманный кремлевскими политтехнологами. Хотя послушать приятно, что и говорить. Что же касается проблем расселения жителей аварийного фонда, то их в Рязани, как везде, немало. Сейчас на острие вопрос с погорельцами, с улицы Энгельса, 19. Пока городское начальство придумывает, что делать со злополучным домом, рязанцы пытаются всем миром помочь пострадавшим от пожара. Рассказывает Глеб Галушкин. Чуть более недели назад, 9 апреля, на улице Энгельса, 19 случился страшный пожар в трехэтажном доме. Особенно сильно от огня пострадали квартиры первого подъезда. Сейчас погорельцы живут либо у родственников, либо в маневренном фонде. Для пострадавших людей при храме у больницы Симашко организован сбор материальной помощи. При храме сейчас организован такой центр помощи. Мы хотели бы обратиться ко всем желающим и неравнодушным к беде наших горожан. А те, кто видели пожарищу и те, кто, не дай бог, сам переживал подобную трагедию, понимают, что человеку нужна помощь. И один человек после пожара не сможет быстро, качественно, хорошо восстановиться. И поэтому я думаю, что это общая проблема. И решать ее, и помочь решить ее нужно тоже всем миром, всем нашим обществом. Вещей несут нам много. Большое спасибо нашим горожанам за это. Работаем мы на приемку и на выдачу вещей с часу до половины шестого каждое воскресенье. Все вещи, которые нам приносят, мы очень просим, чтобы приносили их чистыми и, естественно, надлежащим качествам. То есть такие, которые можно было бы одевать. Прихожане говорят, что при храме организована и психологическая помощь. Впрочем, пока никто из пострадавших за ней не обращался. Если жители дома по Энгельсу, как есть погорельцы, то обитатели борок ежегодно по весне становятся подтопленцами. Паводок вносит свое разнообразие в жизнь борковчан. Во дворы, а то и дома, приходят непрошенные гости и речка. Вещи, что по цене переправляют на чердаки, народ укрепляет полы, сколачивает настилы, проверяет лодки, вдруг пригодятся. Репортаж из борок привезла сегодня Элеонора Миянкова. И зимой, и летом они живут в воде. И только весной начинают опасаться за свою жизнь по-настоящему. Ой, ты как по-настоящему в 1994 году был. Знаете, как настоящий? По форточку. Мы уже в день не входили. Эти неприятные воспоминания возвращаются каждую весну. В этом году плаводья задержалась, но подготовку к нему жители вели давно. Мы уже первый этаж, вот все у нас вещи собирают, поднимают повыше все ставят. А как быть-то? Если вода войдет, то уже там некогда будет что-то делать. Валентина Степановна живет в этом доме 30 лет. Говорит, уже который год ее двери открыты для соседей с первого этажа. Ведь именно они страдают от плаводья первыми. Самый низин у нас. Все дороги вот идут сюда, вся вода идет сюда. Больше всего они боятся, что затопит первый этаж, готовы мириться с постоянной грязью у дома, плохой дорогой и пылью от проезжающих машин. В общем, совсем, лишь бы эта лодка в этом году не пригодилась. Там еще у соседа лодка, тогда в две лодки будем, если что, ездить за хлебом. Однако, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Местные мальчишки ждут лодочный сезон с нетерпением. В том году за переправу они брали рубль. В этом спросят 10. Конечно, ока и озера для рязанцев прежде всего предмет гордости и места отдыха, а не источник проблем. Для многих вода – это еще и поле деятельности. Сейчас с паводком рыбка пошла на нерест. Серебристые подводные стада двигаются к местам размножения и нагула малька. И в это время на свою неправильную охоту выходят браконьеры. Паводок и нерест – это две вещи, взаимосвязанные. К ним постоянно нагло примазывается третье понятие – браконьерство. Сети, расставленные в нерест – это стрельба по безоружным. Пойманная сетью и застрявшая в ней рыба уже не выживет, если ее отпустить обратно в реку, а пойманная перед нерестом не оставит потомства. Так утверждают специалисты, они знают, что говорят. Бредни, вентери, дорожки, пауки, переметы – от них только названий браконьерской снасти не перечесть. Некоторые утверждают – бредень – это вещь безопасная. Однако каждый рыбак должен знать – его использование в любительском рыболовстве запрещено. А вот этот человек использовал другую коварную снасть – так называемого паука. Эта ловушка – самое что ни на есть браконьерская. Поэтому и задержанный рыбак – никто иной, как речной рыбный разбойник. Вы нарушили закон. А меня уже фотографировали. Нет, это на видео. Скажите, пожалуйста, зачем вы это делали? Можете не оборачиваться. Объясните, зачем это? Вам деньги нужны или азарт спортивный? Что вас подвигло? Я хотел рыбки половить, пожарить немножко. Я не браконьер, а просто чуть-чуть взять хотел. Поесть рыбки свежие. Кстати, все разговоры о том, что вот, дескать, в старину ловили, как хотели, и рыбы было полно, идут от незнания. Например, такая снасть, как самоловный перемет, то есть донка с десятками и сотнями крючков, была запрещена еще при Петре Первом. Однако, самая современная убойная снасть браконьеров – так называемая электроудочка. Погружая прибор в воду и используя разряд, добывают не только рыбу. В этот момент гибнет вообще все живое в реке, на немалой площади. С каждым годом все меньше и меньше рыбы становится. Заметно вообще? Да, заметно. Хотя у нас там и, вот в наших озерах, где она не арестится, где она, скажем так, развивается до определенного момента, там и кормовая база хорошая, ну, все равно меньше становится рыбы. Так что ловите обычной удочкой, как порядочные люди. Удовольствия больше и угрызений совести никаких, а тем более штрафов, а то и приговоров суда. Свой рейд провели и рязанские инспекторы ГИБДД. Название проекта «Операция автобус говорит само за себя». Рейд давала вместе с дорожными полицейскими Елена Вожакова. Главная задача профилактического рейда «Автобус» – обследовать маршруты, по которым движется общественный транспорт, и проверить техническое состояние самих машин. Напоминаю вам о безопасности пассажиров, которых вы перевозите. Напоминаю, если есть ремни в машине, предусмотренные конструкцией, надо их использовать. Акция проходит регулярно и, по словам автоинспекторов, довольно эффективно. Сегодня несколько нарушений уже выявлено. Не очень больших, но тем не менее. У одного водителя, с его слов, при себе нет диагностической карты. То есть нет подтверждения, что его машина прошла технические осмотры. Только за последние три месяца в Рязани по вине водителей автобусов произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 11 человек. И это, учитывая тот факт, что именно они должны быть образцом аккуратного и безопасного поведения на дороге. Даже небольшая техническая неисправность или условия, с которыми запрещена эксплуатация, она впоследствии может стать причиной этого дорожного происшествия. Тот же негорячий стоп-сигнал, вот он, пожалуйста, далеко от аварийной ситуации. Рейд будет проходить до 24 апреля и охватит все категории маршрутно-транспортных средств. И последние на сегодня в Рязанском музыкальном театре прощались сегодня с художественным руководителем областного театра драмы Жанной Владимировной Виноградовой. Она ушла из жизни в ночь на 15 апреля. У нее было немало громких и заслуженных званий. Народный артист России, заслуженный деятель искусств, почетный гражданин Рязани. Но самое главное, наверное, то, что Жанна Владимировна была замечательно талантливым человеком, для которого служение искусству театра навсегда стало смыслом жизни. От ранней юности и до конца. На сегодня все. Увидимся вновь завтра, как обычно, в программе телекомпании «Город. Время говорить». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин